Решение в Степанакерте, скажем, по выходу из этой блокады и созданию таких политических условий, чтобы в дальнейшем нам было намного легче вернуть все утраченное. Для создания условий нужны были отнюдь некадровые изменения, отстраняя Рубенов Вартанянов или Арайка Варочнянов. Проблема не в этом. Мы определяем проблему следующим образом, что в Арцахе незамедлительно должно сформироваться новое политическое руководство, которое не должно обслуживать ни интересы России, ни Турции. Я ясно сказал, Рубенов Вартаняны обслуживали интересы России, а Арайке Арутюняны под диктовку Николаев-Пашинянов турецкие интересы. Это было ясно. До землетрясения. После него очень многое изменилось. И в данном случае у нас нет личных проблем с кем-либо. Я добавил следующее, что те же эти деятели, если в них есть частичка армянского сознания, то они должны, если не помогать, то не мешать. Чтобы в Арцахе в конце концов появилось такое политическое руководство, которое должно будет обслуживать интересы армян, интересы Армении, и протягивая руку Западу, который сегодня уже протянул свою. Ведь мы свидетели отправленных наблюдателей, а также периодически приезжающих депутатов, которые едут и встают над Бердзором, бросая взгляд в сторону Степанакерта. И я уверен, что скоро мы будем свидетелями международных наблюдателей для начала на дороге Горис-Степанакерт. И следующим шагом будет то, что у них будет соответствующий офис в Степанакерте. И за этим последует присутствие международных миро-турческих войск. Однако, чем должны будем заняться мы, армяне? Мы должны ускорить все это. Вот что, к сожалению, на протяжении этих месяцев нашему народу в Арцахе не удается. По известным причинам это нелегко. То решение, которое предлагаем мы, нелегкое. Мы знаем, какая там ситуация. Но то, что в Арцахе есть существенный слой, который держится за нашу любимую землю, это факт. И это большая сила. Эту силу нужно организовать. И насколько это возможно, быстро принять протянутую Западом руку, которая уже несколько месяцев висит в воздухе. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.